об имуществе за пределами Соединенных Штатов. Оно как-то участвует во всей этой истории? Кстати, вчера у меня как раз была клиентка с этим вопросом. Обязательно, если имущество в зависимости от того, где оно. В мире существует принцип коммити. Коммити это значит, что законы Соединенных Штатов будут, и постановление Суда Соединенных Штатов должно быть принято судом другой страны. Поэтому, что я говорю людям, у которых есть имущество, и которые не могут выехать в ту страну, чтобы там что-то сделать, или не хотят туда выезжать. Сделайте здесь документы, сделайте здесь завещание, сделайте здесь страст. Эти документы работали и будут работать в той стране. Вот у меня была вчера такая ситуация, там где супруга скончалась здесь, и есть счет в банке в другой стране. Для того, чтобы получить этот счет в банке, мне нужно постановление Sorrogate Court, на то место, где она умерла, для того, чтобы с этим постановлением запросить счета банка в другой стране. Даже если не было оставлено завещание... Ну, от страны до страны большие разницы, да? От страны до страны большие разницы. То есть, квартира в Москве, которая стоит какие-то деньги, или маленькая дачка в Доминиканской республике? Если человек гражданин Соединенных Штатов, то суд Соединенных Штатов будет решать, кому остается это имущество. И я надеюсь, что такие люди хотя бы позаботились о том, что они сделали или завещание, или траст, и оговорили вот эту вот вещь со своим адвокатом. Решение суда, американского суда, должно быть принято, обязано быть принято. Только страны, с которыми у нас нету как бы дружбы, не будут принимать это. Потому что flip side of the coin, то есть другая сторона медалей, это если будет решение, например, Доминиканского суда о том, что есть собственность в Америке, и не отдать ее Доминиканскому. В общем, как я понимаю, моя квартира в Гаване пропала. Пока не наладят отношения. Нам позвонил из Массачусетса Яков. Пожалуйста, Яков, слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. У меня вот вопрос к Инне. Да. Такая ситуация. Два родители очень и очень престарелые. У них две дочери. Одна дочь более-менее живет со своей семьей более-менее благополучно. Вторая не очень. Нет у нее мужа, есть у нее ребенок. И вот эти родители написали завещание только на эту якобы неблагополучную дочь. Скажите, пожалуйста, после того, как наступит вот этот случай передачи наследства, действительно, его можно обжаловать или нельзя? Первое, то, что они написали завещание на одну дочь, они полное на это право имеют. Но второй ваш вопрос, это 100% можно обжаловать. Когда завещание проходит через Sorrogate Court, через специальный суд, во-первых, эти родители сделали ошибку, что они оставили завещание, а не траст. Был бы траст, было бы намного тяжелее и практически невозможно обжаловать. Но поскольку завещание должно пройти через суд, суд обязан оповестить всех наследников, которые даже не указаны в этом завещании, детей, родственников, каких-то близких. И эти наследники, скорее всего, насколько я понимаю, из вашего вопроса, придут и будут требовать и говорить. Что можно говорить? A. Родители находились не в здравом уме. B. Другая сторона их influence, они требовали от них этого. C. Это нечестно, затормозить процесс передачи наследства до такой степени, что неблагополучная дочь захочет settle, захочет отдать какие-то деньги, хоть чтобы что-то получить, потому что ей придется на это все отвечать. И если у нее нет денег на адвоката, у нее не будет, не останется никакой возможности. У меня был похожий случай, когда мать оставила свое состояние двум сыновьям, но не дочери, потому что с дочкой была большая проблема. Матч оставила и завещание, и траст. И в этом случае начался судебный процесс. Траст был не тронут, потому что то, что стояло в трасте, практически невозможно забрать и поменять. Но судебный процесс со всем остальным настолько затянулся, и был настолько неприятный, и семья была вовлечена. Не забывайте, что когда это судебный процесс между близкими людьми, это ужасно. Что двое сыновей отдали что-то сестре, отдали одну треть сестре, только чтобы она от них остала, потому что невозможно было дальше просто продолжать. Представляете себе, три семьи, которые дерутся в суде, у каждого свой адвокат. Все это на нервах, злость дочки, потому что мама ей ничего не оставила. И все это подливает масло в огонь адвокаты со всех сторон. То есть это было очень и очень неприятно. Ответ на ваш вопрос, короткий, да, вы можете это обжаловать. Насколько вы будете successful или нет, все зависит от того, как написано само завещание. Из Мэриленда позвонила Татьяна. Пожалуйста, Татьяна. Да, да, я слушаю. Мы слушаем вас, Татьяна. Алло. Да, да, говорите. У меня такой вопрос. У нас есть дом с мужем, и у нас есть сын. Сын начал работать очень рано, и на него документы, конечно, не были оформлены, но он вкладывал все деньги, что он зарабатывал, помогая нам оплачивать дом. Когда ему было больше 20 лет, мы его включили как ко-оунер. Есть ли какие-то преимущества у сына на случай нашей смерти? Окей. То, что вы сделали, вы сделали абсолютно неправильно. Я понимаю так, что это вы сделали без совета адвокатов. Если дом был записан на вас с мужем, и мы об этом говорили в предыдущей передаче, то между мужем и женой передается без всяких проблем наследство, и если одного нет живых, другой получает автоматически. Если вы вписали туда сына, что вы сделали, это вы разделили на три части свой дом. Мало того, когда вы вписали сына, он получил гифт в одну треть этого дома. Даже если он за этот дом платил, но он не был на день с самого начала, это все равно гифт. То есть теперь, если один из вас умрет, двое других должны будут идти через суд, чтобы показать, что этот дом принадлежит им. И точно так же вы не сделали не лучше, а хуже. Что нужно было бы сделать? Нужно было этот дом поставить в траст. И successor трасти, распорядителя после вас, назначить сына. И beneficiary, то есть того, кто получит, назначить сына. Таким образом, ваш сын получил этот дом после вашей смерти, и получил его со step up basis. Получил бы его за сумму такую, которая она стоила на момент вашей смерти. Вписав его в дом сейчас, вы должны будете, он получает этот дом за ту сумму, которую вы его купили. То есть, если вы купили за 500 тысяч, а на момент вашей смерти этот дом стоит миллион, то при продаже этого дома, будучи вписанным в дом, он будет платить capital gain tax на разницу между 500 тысяч и миллионом. А если бы он получил этот дом в наследство через страст, то он бы его получил за миллион, и capital gain tax практически бы не было. Он бы получил на момент вашей смерти. То есть, что я вам советую сделать, это обратиться к адвокату и переписать этот дом в траст, и снять оттуда вашего сына. Плюс вы себе еще сделали проблему того, что если сын женится, его супруга будет претендовать на этот дом. Абсолютно не... это абсолютно неправильный шаг. Перепишите это, сделайте это правильно сейчас.